Здравствуйте, вернее доброе утро, у меня доброе утро, а у вас, не знаю, добрый вечер, может быть, или добрая ночь, в общем, любое время суток всегда должно быть добрым. Я на даче, например, да, вот и вы на даче проснулись, такие, что делать? Значит, если у вас есть садж, я рекомендую иметь его каждому, потому что его можно бросить куда угодно, на треногу поставить, какой-нибудь, это все продается, это недорого, и такая сковородка всегда очень круто, берешь ее, как бы садишься и что-нибудь жаришь для всех, с дымком. Так вот, в Испании как принято, с утреца на завтрак есть кровяную колбасочку. Кровяная колбасочка у нас не только в Испании, а вообще и у всех славится, и в России, и украинская, и так далее, и тому подобное. Но, помимо кровяной колбаски, есть еще масса всяких разных ингредиентов, и один из самых таких топовых, популярных, это картошка. Вы знаете, что один из вариантов испанского завтрака тортия, да, все называют его тортилья, как пишется, так и слышится. На самом деле нет в испанском языке, испаноговорящие говорят тортия. Вот, это много картошки, заливается яйцами, переворачивается, такой получается картофельный блин. Вот, в случае с кровяной колбаской можно тоже использовать картофан. Я его, смотрите, тоненько режу, только тучи вот тут то приходят, то отходят, то отходят, то приходят. Даже масло оливковое, которое, кстати, должно быть обязательным ингредиентом любого испанского блюда. Вот не смотрел в магазине, а оказалось испанское. Женщины меня не поймут, да, вот эту мужскую романтику приготовления пищи. Она бывает очень часто, эта пища не самая подходящая в плане там вкуса, еще чего-то, там вроде как, ну, как попал, приготовил. На самом деле, для мужчины приготовление пищи это целый ритуал, поэтому вот такая крутая сковорода, которая, кстати, есть у нас в магазине, может принести удовольствие вашему любимому мужчине, будь то он ваш муж, брат, сват, кто угодно. У каждой женщины есть любимый мужчина. Но вы же знаете, да, я вот по секрету рассказываю, я понимаю, что мне и мужчины смотрят, и женщины, и иногда мне подписчики пишут, Василий, спасибо большое, мой муж стал готовить, я так этому рада. Я всегда говорю, если вдруг что-то такое происходит в вашей семье, не давайте задуматься. дарите подарки, дарите, дарите, стимулируйте процесс, и ваш мужчина будет готовить, 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 готовить. Давайте вот полколясочки отрежем вот так вот, раз. О! Что-то я вместе с пакетом порезал. Ну да ладно. Колбаска шикарная. Здесь и сальцо. Режу крупными кусками, потому что тонкими кусками, потом не перевернете ничего, у вас будет все разваливаться. Не жалейте толщину. О! Вкусно, сочно, жирно. Что у нас происходит? Little bit salt. Все, картофанчик, в принципе, да, вот эти тоненькие, вот казалось бы, там... Ммм! Это же очень вкусно. Давайте. Пусть это все жарится вот здесь, с этой стороны. Картошка, ну, готова на 85%, к 90% подтягивается. Она тоненькая. О! Так, супер! Огонь не сильно большой, для того, чтобы ничего не горело. Теперь кровяная колбаска. Лук. Средство от семи недуг. Такими крупными полукольцами. Главное, полеть их слегка оливковым маслом. Тут важный элемент таков, что в колбаске есть жирок. И она, в принципе, видите, блестит с этой стороны, она жирная. Если продукт жирный, то еще жира он не заберет. Картошечка, она берет часть жира, мы это знаем, да? Лучок, это овощ. Мы видим, что все масло, которое я лью, оно плавает внизу. Поэтому не переживайте. Но наличие оливкового масла в любом испанском завтраке, это обязательная процедура. Смотрите, какой лучок симпатичный. Красный, белый, любой, какой захотите, весь можно использовать. Чуть-чуть соль. И на лучок немножко лимонного сока. Капли прям. Для того, чтобы баланс. Оп. О! Кровяная колбаска готова, поэтому жарить ее там полвека не надо. Все разогрели, перевернули. Теперь сдвигаем лучок сюда. Повертели, покрутили, полусырой оставили. Ничего страшного. Добавляем чутка масла. И впервые в своей жизни. Не отдавая себе отчет в этом, как будто меня затуманил кто-то. Смотрите, 6 утра, да, все спят. Вы развели огонь. На сад же жарите яиченку. Ветер дует туда, в открытые форточки. Люди просыпаются в вашем доме. Дети, жена, братья, сестры. И такие типа, мама меня, что за аромат? Что это такое? Надо же, чтобы домочадцам дать силы. Понимаете? Цель и задача – копать картошку, разбирать сарай дедушкин. Чтобы все было по-настоящему. Крупные куски яркого, вкусного узбекского томата. Вот и все. Смотрите, испанский завтрак готов, за исключением того, что нужно обязательно посолить. Вот эти все детальки. Да, чуть не забыл. У меня здесь прям такой калач-не-калач с оливками, созревшими на кусту, хотел сказать, на ветках. Вон, смотрите, прям оливочки здесь. Прям куски. Вот так вот. Вот так вот. Смотрите, очень важная вещь. Видите, помидоры я не переворачивал. Они должны быть с этой стороны как бы сыроватые. Стоит чуть-чуть, да, прихватиться. Все это нужно делать не спеша. Картошечка потрясающе жареная. Может, у меня просто будет на завтра картошка. Очень вкусно, хрустяще. Хлебушек, правда, стал мягким. Вот еще для чего нужна лопатка поварская. Шефская. Шеф все ей пробует. Шефскую. Шефу. Шеф. ребята это очень вкусно это самый настоящий правильный дачный завтрак значит сказать это огонь если вы такую штуку поставите нас на стол даже на веранде если вдруг на улице начнется дождь он сейчас у нас скоро начнется все будьте счастливы пока понесу под навес